Музыка Правительственный час это такая форма у нас есть. Вот вы послушав со стороны, наверное, информацию министра, вопросы, ну вряд ли получили ответ, почему же все-таки 41 миллион гектар посевных площадей заброшены, да? И каким образом их будут поднимать? А проблема-то у нас следующая, вы понимаете, если вы посмотрите, то у нас сегодня мясо по медицинским нормам надо на человека 81 килограмм. В 90-м году мы производили 75, сейчас факт 63, с учетом всех привезенных кенгуру, бешеной говядины, новозеландской баранины. Если посмотрите молокопродуктов и молоко, у нас по нормам должно быть 392 килограмма, в 90-м году было 386, а сегодня 247. А цельного молока мы вообще-то сами уже почти не производим, и поголовня у нас крупного рогатого скота сегодня, и особенно доиного стада меньше, чем в войну уже. Причем меньше, где-то раза в полтора. Если посмотрите овощи, фрукты и ягоды, по нормам 221, а сегодня факт 157, с учетом завезенных. Но самое страшное, что мы за прошлый год завезли на 36 миллиардов долларов продуктов питания. Умножьте на 3, и вы получите, что импортным сельхозпроизводителям мы фактически больше триллиона рублей отдали, да? А своему сельскому хозяйству из бюджета расходной части 140. То есть, нет просто адекватности, потому что любая страна, вот мне нравится высказывание Жан-Жака Руссо, в 17 веке сделанном, да? Он говорил, что владеете вы хоть всем золотом мира, но если у вас на каждого гражданина нет по корочке черствого черного хлеба каждый день, то это золото мира может перекочевать от вас к тому, у кого она есть. Если посмотрите, скажем, более близкую историю, скажем, так называемую арабскую весну, суть весь вопроса в чем? В Египет мы поставляли 5 миллионов тонн зерна, еще 10 поставляла Европа и Америка. Как только Америка продиктовала нашим правителям прекратить поставки и фактически поставить экспортно-ориентированные зерносеющие хозяйства на грань банкротства, о котором сегодня звучало, а в Египте 1 миллион человек получали по 2 лепешки бесплатных в день. Потом, когда прекратили поставку, не идея, а отсутствие лепешек подняло бунт. Сегодня мы находимся еще в более зависимом состоянии. Если вы посмотрите, то, к сожалению, проводимая земельная реформа, она в принципе почти добила сельское хозяйство. Почему? Я сегодня приемы провожу как депутат, и могу вам сказать, что примерно 40% вопросов это от жителей села, которых обманули, у которых 5 раз поменяли бумажечки с беленьких на розовенькие, так называемые, пои. Теперь они не поют ни арендной платы, ни работы, потому что пришедшие крупные корпорации, Кстати говоря, в Америке, даже если вы являетесь прямым наследником земельного надела какого-то, а у них 96% продуктов питания производится в крупных аграрных предприятиях площадью от 15 и до 50 тысяч гектар. Там можно применять, они применяют уже в том числе и спутниковое управление, навигация техникой. Они сегодня применяют суперсовременную технику управления мощностью уже, понимаете, что дает им возможность где-то в два раза меньше тратить нефтепродуктов, чем мы. И примерно во столько же раз меньше посевных материалов, потому что точный высел, управление со спутников, управление мощностью. Мы же сегодня вообще пришли в средний век. Почему? Потому что инженерная служба села в принципе разрушена. В Америке есть специальная служба сервиса, которая отвечает за внедрение новых технологий. У нас сегодня сельхозтехники нет, службы главного инженера нет. И самое главное, убита основа модернизации села сельхозмашиностроения. Потому что если вы посмотрите, то за прошлый год у нас там остатки наших тракторных заводов произвели всего 1100 тракторов. Один в Минске 50, причем за 20 лет вот этих реформ Белоруссия, Минский тракторный завод, который входил, кстати, в Минсельхоз трактора МАШ Советский. Он сделал 50 тысяч тракторов и расширил линейку, он фактически от мини-трактора до типа кировца выпускает, понимаете. У нас находится в полном загоне. Комбайн настроения, аналогичная ситуация. Поэтому мы считаем, что в данной ситуации и вот бравурное выступление министра не соответствует действительности. Сегодня у нас проблема заключается в том, что я уже сказал вам, на 36 миллиардов заводится харчей. А по мнению экспертов, в случае вступления в ВТО, куда нас 17 лет пытаются вступить, но, понимаете, нас пустили по унизительному кругу, согласование каждой страны с каждой. И нам всякая банановая республика продиктовала свои условия. Вот китайцы ни на йоту не отклонились. И сегодня эта проблема, по мнению экспертов, приведет к тому, что в случае ратификации протокола вступления в ВТО, открытия рынка, у нас в селе останется 25% от того, что сегодня есть. И фактически у нас более чем на 65% будет ввоз продовольствия. Вдумайтесь. Мы, самая большая страна, Россия сегодня, обладает 8,3% от мировой пашни. В это же время мы имеем всего 2% населения. Мы имеем с вами сегодня 2,6% от мировых пастбищ. От мировых, подчеркиваю, пастбищ. Запасы пресной воды у нас свыше 20% от мира. Производство минеральных удобрений 8,2% от мира. Но сегодня 95% добываемых минеральных удобрений вывозится за границу. А наши фактически имеют цену за удобрения в полтора раза выше, чем идет на экспорт. Я убежден, что вот такое непонимание, оно в принципе чревато для России. И сегодня нынешние правители ведут закулисные переговоры о сдаче в долгосрочную аренду. Вы видели, что министр съехал и сказал, что это министр обороны занимается. Но ведутся переговоры о сдаче в долгосрочную аренду корейцам, китайцам и японцам значительных территорий. Ну а те, кто читал Макеавелли, не обязательно выводить войска, особенно если у тебя нет своей армии, да? Вы их сюда пустили, а как назад? Поэтому мы считаем, что вот весь комплекс мер, он происходит из-за крайне непрофессионального управления страной. И отсутствие прежде всего правительства Российской Федерации и администрации президента, людей, понимающих суть вещей, о том, что село – это основа и корень любой страны. Если вы не будете заниматься селом, то вы не можете быть независимы. Вам в любом случае продиктуют условия те, кто им занимается. Редактор субтитров А.Семкин